Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Текнил и семья Артура Изятулина. Ряд членовников ЕЦБ выступили в пятницу и понедельник, то есть сегодня, с комментариями неутещительными для евро. В пятницу Бенуат Кере, член исполнительного комитета ЕЦБ, отвечающего за рынки, заявил, что европейским банкам может потребоваться дополнительная капитализация в виде свежего раунда долгосрочных операций рефинансирования. Простыми словами, это долгосрочные кредиты банкам по льготной ставке, которые банки должны затем направить исключительно на кредитование домохозяйств и фирм. Эти кредиты банкам предоставляют ЕЦБ. Первый раунд долгосрочного финансирования был проведен в 2016 году, и кредиты были даны на 4 года. Деньги получили банки, которые отличились в кредитовании именно экономики, а не в поиске арбитражных возможностей. Операция долгосрочного финансирования, по сути, является каналом трансмиссии денежной политики, ведь понижение ставки ЕЦБ должно быть донесено до экономики в виде более низких ставок, конечных ставок по кредитам. Но банки не всегда заинтересованы в этом, так как сейчас сжимающаяся процентная маржа вынуждает их искать доходность. И население с самым спросом на кредиты, а также с растущей вероятностью дефолта по этим кредитам, не всегда является выгодным пунктом доставки дешевых денег для банка. Ранее Драги жаловался, что банки использовали вот эти таргетированные кредитные деньги в других нуждах, поэтому с новыми операциями долгосрочного финансирования торопиться не будут. На последнем свидании он уклонился от обсуждения нового раунда долгосрочного финансирования, чем разочаровал банковский сектор. Сейчас, когда произошел разворот по данному пункту политики, точнее происходит, это может означать, что ЕЦБ закроет глаза на эффективность, так как нарастающее замедление в экономике и ухудшение прогноза роста требуют дополнительных действий по смягчению. Экономика еврозонно часто стала расстраивать рынки и политиков, что видно из растущего числа негативных экономических сюрпризов за последние полгода. Кире также отметил, что замедление экономики ЕЦБ становится все более явным и всеобъемлющим, и траектория инфляции также находится под угрозой. Монетарную политику следует адаптировать к изменениям. После комментариев Кире в пятницу евро резко пошел на снижение против доллара, коснувшись отметки 1.12400, но сократив уже потери к понедельнику, торгуюсь около отметки 1.13. Фондовый индекс банков Евростокс укрепился в пятницу, доводя недельный рост до значения в 4%. Сегодня член Совета управляющих ЕЦБ Виллерой заявил в понедельник, что замедление экономики еврозоны становится значительным, поэтому руководство по монетарной политике может измениться, если выяснится, что характер спада длительный. Слабость экономики стала сюрпризом для политиков, так как Италия уже вошла в рецессию, а Германия едва избежала этой участи. Отвечая на вопрос о том, станут ли слабые экономические отчеты поводом снизить ставку, в интервью газете El Pais, испанской газете, Виллерой сказал, что если данные укажут на устойчивость спада без перспективы отскока в этом году, то изменение ставки возможно в сторону понижения, естественно. Итак, уже два чиновника СВ выразили мнение, что экономические вызовы могут потребовать разворота в политике. Следует отметить, что Кире, судя по предыдущим заявлениям, отличается ястребинным подходом к политике, вторыми, как Виллерой занимает позицию центриста с элементами Голубя. Исходя из негативной реакции евро на заявления чиновников, его рост против доллара сейчас находится под угрозой, и нисходящее движение, вероятно, возобновится на этой неделе. На сегодня на все. Спасибо за большое внимание. Увидимся с вами в среду.